Ближний Восток на грани новой войны. На этот раз в противостояние вступили две крупные державы, Саудовская Аравия и Иран. Из-за этого конфликта уже вспыхнул кризис в Ливане, там ушел в отставку премьер. Чем все это может закончиться, выяснял Сергей Ослендер. Палестино-израильский конфликт, который десятилетия был главным на Ближнем Востоке, в одночасье стал второстепенным и сейчас мало кого интересует. Теперь в центре внимания противостояние Эр-Рияда и Тегерана, чьи интересы сошлись в одной точке, в Ливане. Тамошний премьер-министр Саад Харири внезапно ушел в отставку и уехал в Саудовскую Аравию. Там он не показывался на публике, не общался с журналистами и поползли слухи, что его удерживают насильно. В дело вмешалась Франция, ее президент пригласил Харири в Париж, куда тот и отправился. Сам премьер-министр Харири объяснял свою отставку тем, что официальные власти в Ливане ничего не контролируют и все находится в руках террористического движения Хизбалла. Для Израиля эта ситуация хуже некуда. Хизбалла сейчас на израильской границе объявила наивысшую боевую готовность своих отрядов, а на вооружении у них 150 тысяч дальнобойных ракет. В любом случае в Израиле нет никакого влияния на процессы, даже те, которые происходят в Ливане, кроме военного воздействия. Во-вторых, несмотря на то, что саудовцам удалось провернуть этот маневр, он никоим образом не изменяет баланс сил в Ливане. Ливан как был, так остается иранской колонией, в которой командует Хизбалла. Другое дело, что Хизбалла и Иран крайне озабочены своим имиджем в Ливане. То есть, чтобы был при наличии суннитского премьера-министра, сохраняется некий имидж Ливана, как такой страны, где есть выборы. Израиль в этом конфликте поддерживает Саудовскую Аравию, хотя, конечно, вслух об этом никто не говорит. Вообще, конфликт Рияда и Тегерана очень давний. Иран поддерживает еменских повстанцев, с которыми саудиты ведут малоуспешную войну, снабжает их оружием, например, дальнобойными ракетами, с помощью которых хуситы, еменские повстанцы, обстреливают даже сам Рияд. А в основе конфликта, конечно, нефть, которой хотят торговать два непримиримых конкурента – Саудовское Королевство и Исламская Республика Иран. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Интер. Продолжение следует...